Практически все спецслужбы, службы безопасности Украины, которые там представляли, или там милиция, они практически сразу же перешли на сторону оккупантов и сотрудничали с оккупантами. Мало кто из них сотрудничал, то есть 80% СБУ, то есть крымская СБУ, она перешла на сторону оккупантов и сейчас работает на стороне оккупантов. И то же самое, может быть, даже больше 90% это милиция и так далее, и так далее. И с этого дня можно сказать уже, что начался оккупаться 26 февраля, начался оккупаться Крым Российской Федерации. Ну и сегодня еще на знак подтримки увязанных, и сегодня мы проводим также день, то что многие крымские татары и многие украинские патриоты задержаны сейчас в Крыму за каждый перепост, например, в интернете. Люди, которые просто перепост сделали в Украине за единую Украину, то есть они сажают в тюрьму, например, сегодня, кажется, идет суд над Кадыровым. Который сделал перепост просто о том, что Крым это часть Украины. И идет сегодня, вот сегодня у него суд должен быть в Крыму, именно как бы за этот перепост могут дать срок, там, 5 лет, могут 3 года. Какая сейчас там ситуация? Чи потребуете ли вы стосунки с крымских татарами? Ну да, мы поддерживаем отношения, поддерживаем, как бы есть связь. Что они кажут? Тобто их переследуют надалее? Преследование, конечно, есть всегда, потому что сейчас более 500 человек идут суды над крымскими татарами, более 500 человек идут суды, там, некоторых уже посадили, некоторые над некоторыми прошли суды. И многие люди, то есть около 40 или 50 человек пропали вообще без вести. Ну, это вначале в основном пропадали люди без вести, а сейчас в основном идут суды над людьми, которые хотят, как бы не хотят Крым, чтобы она была частью России. То есть любой перепост или любой, то есть с кем-то там поспорили и так далее, так далее, это сразу привлечет к тому, что сразу над этим человеком начинается суд. То есть здесь народ практически, они сейчас находятся в страхе и живут в страхе, что к любому домой могут зайти и в неделю по 3, 4, это 10, 15 обыска бывает в Крыму. И проводятся обыски, как правило, очень, ну, 5 часов утра, 4 часа ночи, может быть, прийти домой, ворваться в дом, когда все спят, и полностью весь дом перевернуть вверх на голову. То есть таким образом. И многие сажают кирбы, то есть тут, как бы, народ находится в страхе, живет в страхе. И крымскитарский народ, и многие украинцы, которые, как бы, являются патриотами Украины, они живут в страхе. И боятся, что-то даже вообще высказывать свое мнение. Вы верите, что над Крымом замаярять украинские прапоры не может так сказать? Ну, дай Богу. Если, как бы, мы будем верить, все будет хорошо. Если мировая общественность, она поддержит, как бы, не оставит Украину, потому что, например, Украина, она не сможет одна, как бы, побороть то зло, которое, например, Российская Федерация. То есть Российская Федерация – это огромная страна, огромными потенциалами. И, ну, нереально, как бы, Украине или, например, крымскитарскому народу одному, как бы, побороть это, как бы, зло, можно сказать, да? Как назвал его Рейган в свое время. Ну, если мировое сообщество, как бы, оно будет содействовать тому, чтобы противостоять этому злу, то, дай Бог, нужно верить всегда. Скажи, для вас Крым США – Украина? Крым – все, да, конечно, Украина. Дякую.